Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ясное дело тяжело И Лисина нету, и Иванделя Забрали Считается, что второе звено у нас Выпало А так по самоотдаче По борьбе Бились до конца Видно, не хватило Где-то Забить одного гола Чтобы что-то завоевать Мы играли неплохо, я скажу, особенно начало было довольно много моментов, не забили, правда ничего там. Потом, когда сделали счет 3-1 и вышли на третий период и встали как вкупанные, стояли пока. Не пропустили гол, потом немножко зашевелились, в общем-то начали играть. Потом, когда уже сделали 3-1, чуть-чуть стало полегче, но опять же тут же такой, еще один этот гол такой, ну, как сказать, ну, неправильно, не должно быть таких голов, как бы, да. Ошибка нашего центрального там, 3-2 это все напряженно, но молодцы, что ребята справились, в общем-то, да, нагрузка легла на два звена, в концовке играли в два звена, оттаскивали, так сказать, игру, и молодцы, тут еще заработали удаление, но, ну, что, слава Богу, выставили. Все, очень хорошо играл, вот так, нахер. Все. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Да, есть, Сергей Михайлович, вот, в принципе, игра была равная, да, но вот при счете 1-1, когда вот такие футбольные матчи идут, казалось, что сейчас положение делают, выровняли, да, сравняли 1-1. Потом пропустили две вот такие быстрые шайбы, да, вот все-таки, а в каких аспектах именно вот после счета 1-1 команду скупил? Пропустили, потому что смену переиграли, там уже шла смена, и у нас нападающие переиграли смену, пошла контратака, пропустили второй гол, не обязательно, считаю. Ну, а там уже, ну, у нас у команды бывает, гол пропускаем, и тут же сразу второй у нас, это какое-то оцепенение на команду нападающего. Пропустили, и мы его играли вот дома, Сибирь, нам 1-0 вели во втором периоде, гол пропустили, и через 10 секунд второй тут же забивают. А потом начинают опять стараться, биться. Спасибо. Еще, Владимир Васильевич, ну, вы как раз-таки уже об этом говорили, все-таки два периода на хорошем темпе, уверенно играли. Почему все-таки, с чем связано такое небольшое оцепенение в третьем периоде? Почему команда немножко начала играть больше? Я думаю, что, наверное, не знаю, из области психологии больше. Дороги, наверное, решили держать этот результат, и так закончить игру. Играть надо до конца, поэтому, да. Да, и еще один вопрос, Владимир Васильевич, как раз-таки продолжение темы психологии. Насколько сейчас вот отслеживаются эти матчи соперников, давление, да, насколько сильно окажутся на регатах, или они освобождены от этой темы? Да нет, у нас такой, как бы, особенно, мы же очень, как бы, далеко отстали, да, с самого низа подниматься вверх довольно сложно, да, тем более команды там борются за плей-офф. Мы, так сказать, мешаемся всем там просто под ногами у всех, да, ну, а так, я скажу, ребята стараются, играют просто, ну, молодцы, еще можно сказать. В такой ситуации руки не сложили, работа, продолжает работать. Спасибо. Вопрос есть, пожалуйста? Планируйте. Вот так, как главный вопрос, у нас в этой игре не понимало, получается, 6 игроков, да, на технике. Как вы сейчас дела обстоят, например, травмированные все? Ну, у нас есть травмированные, больные есть, там, разные. Гришин, скажем, он после операции, да, ему сделали менисток операции, так что он не будет играть уже никак, по-любому, до конца сезона. У Тимирева, там, проблемы со здоровьем, едет на обследование, там, смотреть, не знаю. У нас есть пятая пятерка, они, в принципе, все здоровы. Есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо.